Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о таких двух препаратах, которые часто называют иммуностимулирующими, адаптогенами растений, как эпин и циркон. На многих каналах, когда говорят об адаптации растений к неблагоприятным условиям, особенно однолетних растений, особенно томат очень актуален, то рекомендуют использовать эпин и циркон в качестве иммуностимуляторов, в качестве адаптогенов растений к неблагоприятным факторам среды. Более того, я даже слышал рекомендации, когда рекомендуют в составы по борьбе с вершиной гнилью, например, которая зачастую образуется из-за жары, из-за высокой степени сухости, жары воздуха, когда кальций плохо усваивается, добавлять в препараты для пролива или для опрыскивания растений эпин и циркон. Я вам категорически не советую этого делать, несмотря на то, что эпин является гормоном растений, очень важным гормоном, хорошим регулятором роста, который очень важно использовать, особенно в начале вегетации, начиная с замачивания семян, потом перед и после высаживания растений в теплице, и до цветения его очень хорошо использовать, и в моменты активного роста его очень хорошо использовать, вот в моменты стресса, когда у вас жара, когда листочки закручиваются от жары и потом не раскручиваются, раскрутить их уже потом невозможно. И использование этих препаратов категорически не рекомендую. Почему? Дело в том, что эпин и циркон являются препаратами, ну эпин главным образом к циркону, у меня такое отношение скептическое, но главным образом эпин является действительно регулятором роста, активатором роста растений с доказанной эффективностью, много экспериментов доказывают, что он действительно активирует рост, у меня свой опыт тоже есть по применению, эпина неудачный, мне надо было задержать рост, а я его наоборот активировал в конце вегетации фасоли, в итоге фасоль у меня не созрела, листья растут, цветы цветут, эпином обработаны, все бушует, надо, чтобы она умерла и высохла к осени, а она не умирала, под заморозки ушла с цветами и зелеными бобами, что было очень плохо. Так вот, он действительно работающий препарат, как бы там ни было, когда ваши растения находятся в стрессе, Активировать их рост и развитие является самой неудачной идеей с помощью гормонов и таких вот регуляторов роста. Почему? Потому что эпин, он влияет на растения так, что удлиняет срок действия ауксинов, ауксиновых гормонов. Там есть целый каскад гормональных препаратов, которые регулируют скорость развития растений. Когда мы, растения, у нас находятся в стрессе, ни в коем случае его не надо стимулировать к росту, наоборот, надо предпринимать усилия, чтобы ростовые процессы в нем приостановились. Мы ему даем янтарную кислоту, например, в стрессе, для того, чтобы оно не росло, для того, чтобы оно притормозило свой обмен веществ, который в конечном счете должен привести к образованию янтарной кислоты. И мы ему говорим, не надо, не трудись, не добывай янтарную кислоту самостоятельно, не трать на это свои ресурсы, которых у тебя нет, которые условия не позволяют тебе тратить. Мы тебе даем янтарную кислоту вместо фотосинтеза, вместо энергии солнца, мы ее тебе на листья наносим. Вот это правильно. Когда мы добавляем эпин, когда мы обрабатываем эпином, цирконом, в этом случае мы активируем ростовые процессы. Растение находится в стрессе, ему есть нечего, у него воды нет, у него жара, у него фотосинтез не идет, он энергию не может усваивать. А мы его накачиваем, накачиваем, накачиваем стимуляторами роста, чтобы они росли. И напротив, вместо того, чтобы получить замирание растения на некоторый неблагоприятный период, чтобы оно не росло, не развивалось, мы наоборот окончательно его истощаем и усугубляем проявление тех проблем, которые там возникают. Поэтому никогда не используйте эпин и циркон в состоянии стресса растений, их надо использовать до стресса, для того, чтобы растения лучше со стрессом справлялись. Но в состоянии стресса никогда не используйте эти препараты. Этим вы только навредите. Это то же самое, что корове не давать еду, а стимулировать ее аппетит. Аппетит мы стимулируем, а травы не даем в надежде, что она начнет давать больше молока или у бучков будут большие привесы. Это неправильно, неправильное решение. Надо быть неплохим физиологом растений, по крайней мере, закончить курс физиологии растений на соответствующем факультете, получить хорошее образование и понимать процессы, чтобы давать грамотные советы и чтобы не навредить растениям. Поэтому будьте с нами, будьте на канале Процветок. У нас отличное сообщество исследователей, ученых, которое всегда вам поможет как следует и правильно вырастить, настроить такую тонкую структуру, как растение, и в результате получить большой, богатый урожай. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!